И даже капсулу там зарыли, что типа вот сейчас здесь начинается бурное строительство нефтеперерабатывающего завода. Как вы понимаете, нет, ничего подобного, конечно же, не произошло, никто там не собирался, Роснефть вообще-то неинтересно. Нефть качается, нефть перегоняется эшелонами, трубами, перерабатывать ее на территории республики не хотят. То есть эти рекомендуют, направляют в конкретную аптеку, потом эта аптека им, значит, какие-то там откаты дает. Вот в такой системе живет сегодня республика. И это, я еще раз повторяю, не кто-то шепнул, это я лично, я лично давал деньги, 15 тысяч рублей, по-моему, врачу, вот так вот ему на лапу давал деньги, а вот здесь вот на стене. Тумсо, добрый вечер. Правильно ли понимаешь, что кадыровские власти не создали большого количества производства на территории Чечни и не развили современное сельское хозяйство? Про науку молчу уже. Ну, это ты очень мягко так, знаешь, сказал. Не развили, как ты сказал? Не создали большого количества производства на территории. Вот это очень мягко. Это создается впечатление, что они какое-то малое количество создали. Нет, на самом деле, конечно, нет. Я бы сказал, что они практически не создали вообще никакого производства. Они превратили Чечню в такой регион обслуживания. То есть, очень много малого такого бизнеса, но в сфере именно обслуги, понимаете? То есть, очень много, допустим, ресторанов, всяких домов торжеств. Просто полно. Выбор нереальный. Очень много всяких салонов красоты, парикмахерских, там, каких-то, ну, вот в этом направлении, в общем, каких-то там услуг готов, чтобы делать людей красивыми. Очень-очень много. Реально тоже конкуренция высокая. Но вот чтобы, допустим, что-то именно производить, что можно было бы, наоборот, экспортировать, понимаете? Такого, конечно же, нет. Ничего удобного не делается. И делать это они, походу, не собираются. И вот здесь вот вопрос. Они как бы сами не хотят это делать или сверху им не дают? Я думаю, им все-таки не дают. Я считаю, что это все-таки был бы и их интерес, на самом деле, поставить такое крупное производство. Я знаю, что Кадыров очень серьезно лоббировал вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода Роснефти. И даже территория была выделена, то есть, у него где-то на каком-то уровне, видимо, там, на этапе каком-то переговорном получилось добиться некого ответа, что да, все, типа, строим. Но это, по всей видимости, была какая-то обманка. И они тогда, я помню, какую-то бурную деятельность развили на одной из окраин Грозного, где раньше были заводы, кстати, тоже. И там они, значит, территорию сразу огородили. И даже капсулу там зарыли. Что, типа, вот сейчас здесь начинается бурное строительство нефтеперерабатывающего завода. Как вы понимаете, нет. Ничего удобного, конечно же, не произошло. Никто там не собирался. Роснефти вообще это неинтересно. Нефть качается, нефть перегоняется эшелонами, трубами. В основном по республике трубами собирают ее, по-моему, червленая наливная называется это. Место туда они ее, значит, загоняют, а дальше уже эшелонами эту нефть отправляют. Но перерабатывать ее на территории республики не хотят. С чем связана такая политика? Я думаю, как раз с тем, чтобы не давать нашим регионам, и это касается не только Чечни, но вообще кавказским регионам, не давать им возможности стать самодостаточными. Мы должны всегда ощущать себя в зависимости. То есть, если нам Москва не пришлет денег, то как мы выживем? Отсюда и идут вот эти вот посылы Кадырова. Помните, он заявлял, что столько-то миллиардов в год там, значит, дает нам Москва. Откуда мы эти деньги возьмем, если, значит, мы будем независимыми? Как мы будем содержать? Вот чтобы у людей не было ответа на этот вопрос, чтобы и Кадыров не знал, как. Поэтому нам не дают их развивать. Если у нас будет хорошее производство, будет хорошая экономика, если регионы перестанут быть дотационными, начнут сами себя обеспечивать, да еще и федеральный бюджет, что-то там скидывать в виде налогов, допустим, то, ну, хочешь не хочешь, начнут возникать мысли, а почему бы нам не отделиться, зачем нам еще кого-то задержать, какие-то там бедные регионы в России или вот этих зажравшихся чиновников в Москве, зачем нам это надо, лучше мы будем оставлять это у себя. Это неизбежно, эти мысли возникнут. И я думаю, Кремль понимает прекрасно, что нельзя давать этим мыслям у нас зарождаться, тем более мы уже как ненадежные себя показали, показываем на протяжении этих веков, ненадежными с точки зрения России, я имею в виду, постоянно стремящимися выйти из-под оккупации и жить свободно, иметь собственную государственность. И поэтому они постоянно держат нас на таком контроле, постоянной зависимости и не дают нам никакое производство у себя развивать. Вопрос к тем, кто говорит, 1300 мечетей у нас построено, а кто-нибудь читал, сколько у нас школ, колледжей, техникум, и сколько построено или только мечети считают? Вот по поводу этих мечетей, у меня, кстати, есть на моем основном канале материал, называется «Развеивание мифа. Великий строитель мечети». Там я как раз привожу эту статистику. Дело в том, что они ими не построены. На самом деле они чисто вот то, что Кадыров, Кадыровская власть построила мечети, их гораздо меньше, чем те, что у нас и так были. Они что сделали? Вот у нас и так было после развала Советского Союза. Наш народ очень быстро там бывшие мечети, во-первых, восстановил. То есть, допустим, мечеть, очень старая мечеть Новых Атагах, которая при советской власти была переделана под склад. Как только Советский Союз рухнул, ее обратно вернули, слад убрали, сделали из нее мечеть. То есть мы старые мечети восстановили, новые очень быстро построили. Это делала не власть, а это делали люди, сельчане, какие-то богатые люди. Это спонсировали очень-очень быстро. Было построено много мечетей во всей республике. Во время войны какие-то из них были там повреждены или разрушены, но большинство, конечно же, этих мечетей тоже сохранились. И вот что делает Кадыровская власть? Они берут общее количество всех мечетей и говорят, вот это вот мы построили. Типа пытаются это себе в заслугу это менить. Но на самом деле большинство из всех этих мечетей построено при ненавистной ими И4. Это как раз период нашей свободы, все эти мечети были построены. Хотя, еще раз подчеркиваю, это не делалось за счет государственного бюджета. Это делали сами люди. Но они вот какие-то разрушенные, допустим, поврежденные мечети, они их там восстановили, какие-то реконструировали, переделали, построили какую-то часть действительно новых мечетей, реально красивых, безусловно. И после этого все это пытаются выдать вот при нас тысячу там 300 мечетей. На самом деле нет. При них реально построено какое-то количество мечетей, какое-то там восстановлено. Но большинство из этих мечетей это все-таки абсолютно не Кадыровская заслуга. Ну а вопрос, который ты поставил по поводу школ, колледжей. Они какое-то количество медресе, они сделали, то есть школы хафизов, там они тоже любят очень этими вещами гордиться. И на самом деле это неплохо. То, что медресе, это важно, не важно то, чему там учат. Вот что важно. Если там будут учить каким-то заблуждением, то какая польза этой умми от подобных школ хафизов, там медресе. Самое важное здесь, какую науку, то есть какие знания получают там дети. Некоторые говорят, ну они же просто там Пуран заучивают. Но не бывает так, что тебе просто так дают Пуран. Как вот не бывает финансирования без какой-то идеологии. Такого тоже никогда не бывает. Это тоже такое, знаете, может в каких-то отдельных случаях там редких будет. То есть разово что-то такое. Но если кого-то ставят на поток, его финансируют, допустим, то обязательно с этим финансированием идет какая-то идеология. И другое дело, что принимается эта идеология, или там люди ухищряются каким-то образом, но безусловно что-то такое всегда идет. Вот то же самое и здесь, когда тебя учат Пурану, по-любому вместе с этим существует какая-то религиозная повестка. То есть какие-то знания в любом случае этим детям дают. И здесь вот в чем главный вопрос. А что касается каких-то других учебных высших заведений, ну тут говорить ни о чем не приходится. Образование в республике на очень плохом низком уровне. Не потому, что у нас нет там грамотных людей, а потому что все устроено на системе взятничества. Взяточничество. Сейчас Хамби опять будет недоволен моим русским. То есть на коррупции все устроено. Все ректора назначаются не коллегиями этих вузов, а назначаются Кадыровым. То есть тот, у кого с Кадыровым хорошие отношения, кто ему заносит побольше, тот и становится ректором. Соответственно, этот ректор, и это касается и здравоохранения, то есть главврачи тоже то же самое. И вот потом эти главврачи, эти ректора, они устраивают такую же систему поборов в этих своих учреждениях. И выстраиваются вот это вот иерархия, когда должны собирать с пациентов, или с учащихся, со студентов, чтобы тебе закрывали сессии или больные, чтобы могли там иметь доступ к элементарным каким-то вещам, типа, знаете, мониторинга, то есть система мониторинга здоровья, дыхания, сердцебиения и так далее, чтобы их не подключили, заплатить деньги. Вот такая система устроена. То есть вот эти вот пациенты, студенты платят, значит, врачам, учителям, те платят наверх, наверх, в итоге это все к главврачу, к ректору, тот заносит к Кадырову. Поэтому из-за этого вся эта система так устроена. Не потому, что нет грамотных людей. Если саму систему сделать правильно, если дать возможность этим вузам, этим больницам существовать самим, то есть выбирать для себя руководителей, чтобы они сами достойного из себя выбирали, ставили, убрать, искоренить, наоборот, пресекать любую коррупцию, то, конечно же, у нас была бы хорошая система образования, были бы грамотные люди, был бы реальный какой-то карьерный рост, лифт там социальный. Но ничего этого не может быть вот в такой системе. Когда ты приходишь в больницу, чтобы прооперировать там своего родственника, и тебе, это я сейчас по своему опыту говорю, не понаслышке, никто там не сказал. Я приехал в больницу, положил свою тетю, допоминут ее Аллаху, у нее уже нет живых, ей удаляли желчный пузырь. Мы ее положили в больницу, а ко мне вышел врач и сказал, нужен кислород. Я сказал, что я должен сделать. Ты должен взять баллон, поехать, значит, на заправочную станцию кислородную, ну, как станцию, это какой-то частный дом на перекрестке Богдана Хмельницкого и Первомайской. Значит, нет, Богдана Хмельницкого и Маяковской, я прошу прощения. Вот туда, значит, должен поехать, там отдаешь этот баллон пустой, они тебе дают заправленный баллон с кислородом, привозишь его в больницу. Я поехал, так и сделал. И вот так была прооперирована моя тетя. Разумеется, ты это делаешь на свой счет. Полный абсурд. Ты приходишь, кладешь там в больницу своего родственника, тебе говорят, так, принеси, значит, две наволочки на подушку, две простыни, два вододеяльника, и вот тебе еще список, значит, лекарств, вместе с системами для капельниц, там все, что тебе нужно. И вот тебе еще аптека, если ты в этой аптеке это все купишь, то тебе еще будет какая-то скидка. То есть, у них, понимаете, уже система взаимозачета у них там налажена. То есть, эти рекомендуют, направляют конкретную аптеку, потом эта аптека им, значит, какие-то там откаты дает. Вот в такой системе живет сегодня республика. И это, я еще раз повторяю, не кто-то шепнул, это я лично, я лично давал деньги, 15 тысяч рублей, по-моему, врачу, вот так вот ему на лапу давал деньги, а вот здесь вот на стене в коридоре висела, ну, бумажка такая А4 приклеена, и было написано, если у вас помогает взятку, звоните на телефон доверия здравоохранения Чинской Республики и номер. Вот так вот перед этой я давал ему деньги за операцию, в которой, кстати, умер мой двоюродный брат. То есть, этот врач делал операцию моему брату, и в результате этой операции мой брат даже не выжил. То есть, он прямо на операционном столе умер. То есть, операция не сработала даже, понимаете? А я ему все равно заплатил деньги. Вот в таком режиме сегодня живет вся республика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok